Уйди, уйди, бесовское отродье! Уйди! Тетушка, тетушка, тихо! Убили! Кто? Убили меня! Огонь вы, тетушка! Проглядь! Можешь. Она мертва. О чем она? Ни о чем. Она просто бредила. Нет. Она отчетливо сказала, что ее убили. В чем это вы ведете? Господин Миронов, доктор, я прошу вас быть свидетелями. И подтвердили слова моей погибшей тетушке. Не горячитесь, господин Шумский. Как вы смеете? Прошу, покиньте мой дом. Я это так не оставлю. Раз, два, три, четыре, пять. Я тебя иду искать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Послушайте, кончина моей благодетельницы была неестественной, а скорее злоумышленной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не понимаю, выражаетесь яснее. Ее убили. У вас и доказательства есть? Я думаю, это проклятие. Ну, или что-то в этом роде. Проклятие. Поручик. Полиция не принимает к рассмотрению таких обвинений. Да? А ее слова? Меня убили. Полиция принимает? Нет. Вы сами говорите, она болела, была не в себе. К сожалению, я не могу принять ваше прошение. Просто, просто не вижу на то оснований. То есть, как? Ничем не могу помочь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ваше право. Я даже знаю, кто этот адвокат. Честь имею. Честь имею. Ну, хорошо. Я, пожалуй, дам вам совет. Забудьте. Проклятие. Все это прекрасно. Но судебное дело производства не признаёт подобного вида убийства. Ну, а если отравление? Не было ни медицинского обследования, не проводили вскрытие. Ну, хорошо. Кого вы обвиняете? Господина Курносова. Но даже если вам удастся его обвинить, вам-то от этого какой прок? Наследство вы всё равно не получите. Такой Некатерина Фёдоровна не успела переписать завещание. А просить о ходатайстве вы вот так, с ваших слов, вы уж увольте. К тому же, если уж такая охота, вам подобную бумажку любой копеечный паньячий состряпает. Знаете, у меня и в мыслях не было просить вас бумажки стряпать. Мне нужен был просто от вас совет. Сядьте. Нет, ну как же так? Ну, Катерина Фёдоровна ведь вовсе старая не была и в три дня не стала. Бедный мальчик. Надеюсь, ректор ему поможет. А что, какие-то затруднения? Он полагает, что Екатерину Фёдоровну убили. Бог мой. Кто? Если бы знать. Дело Штолема, надо разобраться в этом. А он бегому мальчику отказал. Они идут. Анна. Позвольте представить, мой брат Шумский Иван Алексеевич, поручик лейб-гвардии Кирасирского и его величество полка. Иван Иванович. Ну, и моя дочь Анна. Да не трудитесь. Все равно ведь не вспомнить. Мы с вами в последний раз виделись, когда нам, ну, кажется, лет по восемь было. И правда, приятная встреча. Вы меня помните? Ну, одно из милых воспоминаний детства. Но сейчас бы я вас уж точно не узнал. Ну, так что же вы решили? Будем подавать прошение прокурору об открытии следствия и проведение вскрытия тела покойной. Да-да, конечно. Истина должна быть установлена. Тут ведь вопрос еще и достойно в наследнике. Вы знаете, наследство тут совсем ни при чем. Прошу прощения, мне нужно идти. Пожалуйста. Боже мой, ну, что я такого сказала? Если племянник отравил Катерину Федоровну, то он действительно не достоин никакого наследства. Иван Алексеевич! Иван Алексеевич, не сердитесь на маму, она это ведь из искреннего участия к вам. Она ведь вас еще мальчиком помнит. Да я понимаю. Я сам покрячился. Мне правда очень жаль. Мы все очень любили Катерину Федоровну. Да. Она моя благодетельница. Я рано потерял родителей. Катерина Федоровна с детства была дружна с моей матушкой. Вот она обо мне и взяла все заботы. Коротко сказать, кругом обязан. Скажите, а нет ли у вас особых оснований быть уверенными в своих подозрениях? Ну, Катерина Федоровна мне сама сказала, что подозревает племянника. Будто он связался с нечистой силой. Но, однако, ваш батюшка прав, это будет трудно доказать. Но ведь он взялся за ваше дело? Да, и взялся, и я ему за это очень признателен. Да, пожалуй, я тоже возьмусь. Вы? Каким образом? Довольно необычно. Я вам сообщу о результатах. Дух Катерины Федоровны, явись. Дух Катерины Федоровны, явись. Ну, что? Явился? Дух Катерины Федоровны, явись. Катерина Федоровна, простите, что души ваши тревожили. Скажите нам, кто вас убил? Шмаль на волосы во себе клоком рвёт. Зачем? Что-то говорить не хочет. И знак какой подаёт? Какой знак? Потерявший голову по волосам не плачет? Какой? Нет, ну, ладно. Ну, Анетта, ты так активно взялась за дело, это я, ну, что же, это в пику Штольмана? Ну, при чём здесь Штольман? Нет, ты мне скажи, ну, вот при чём здесь сейчас Штольман? Ну, я просто человеку хотела помочь. Ну, в деле, от которого он отказался. Как же я тебе благодарна за эту прогулку. В гостинице мне было уже просто утомительно. Разве не ты сама говорила, что хочешь подлечить себе нервы? Покой лучше и на то лекарство. Могильный покой только разрушает мои нервы. А знаешь, на устье, Разумовский получил опекунство над этой англичанкой, как её. Велис? Да. Теперь она будет жить у него дома. Зачем это у него? С человеколюбия. Бедной девушке лучше было находиться в больнице. Почему? Князь у неё будет своя комната, ей уже наняли сиделку и имелцы будут ее регулярно посещать. Князь, просто душка. Как бы ты к нему ни относился, просто пожалел девушку, которую знал ещё ребёнка. Ну, что ты хмуришься? Что, ей лучше было в приюте? В приюте, во всяком случае, за ней бы постоянно наблюдали врачи. Ты никогда не интересовался её судьбой. Ты права. Ты как всегда права. Как же я рада, что ты со мной. Ты со мной? Да. Гранс мерси, месье Мишель. Позвольте, я начну мадам. Анар, вот познакомься, месье Мишель, куафер и кудесник, моя дочь Анна. Бон джор. Оу. Приятно познакомиться, мадемуазель. Мадам, позвольте, я продолжу. Месье Мишель очень занят. У него очень много заказов и очень мало времени. Но, тем не менее, он любезно согласился заняться и твоей причёской. О, нет, нет. Лучше он потратит больше времени на вас. Отчего же? У вас прекрасные волосы, мадемуазель. Но я бы мог сделать их ещё более прекрасными. Экскюзем вам, месье Мишель. Барышня, вам записку принесли. От Розумовских. Это от князя? Что он пишет? Элис, она переезжает к князю. Она будет жить у князя. Это там, ума лишённая из приюта? Понимаешь, у неё теперь будет свой дом. Извини, я должна увидеть её прямо сейчас. Извини, пожалуйста. Час, ну, часу, часу не легче. Этот князь большой с ума сброд? Да. Вы знаете, об этом все говорят. Может быть, с продолжим, месье Мишель? Ну, пардон, мадам. С большим удовольствием. Прошу. что это та самая девушка да не извольте беспокоиться я анна миронова подруга элис подруга их сиятельства разрешили госпоже мироновой посещение она не хочет принимать ванну позвольте мне попробуйте дорогая тебе нужно снять рубашку и принять ванну хорошо хорошо рубашку можем не снимать я так тебя вымою ой какая вода теплая смотри оставьте нас пожалуйста white flesh rose in the garden raving up in the night stars reflecting all the heaven looking forward no fight moving through я не смог установить причину болезни потому как симптомы больной они не похожи на отравление ни одним из известных мне ядов поэтому утверждение господина шумского что это могло быть убийство мне кажется абсолютно несостоятельно и тем не менее есть постановление прокурора о проведении дознание следствия кстати стороне известного вам адвоката миронова я могу лишь сказать что и в известных мне описаниях я такого не встречал и болезнь вы определить не может я могу сказать с уверенностью что это тяжелое поражение внутренних органов чем я не знаю да успокойтесь доктор такие вещи в нашей практике иногда случаются да такие вещи случаются только в вашей практике в нашей тоже аналогичный случай нас например был вы что шутите с такими же симптомами ну да терентьев новым савельевич он умер в три дня и давно это было чтобы не соврать месяц назад да вы поговорить яхо платонович с его сыном никиты тогда тоже не могли найти причину болезни но и соответственно смерть спасибо нужно искать связь между двумя случаях легко сказать две смерти похожие симптомы а еще в нашем деле есть определенные правила во первых кто и продается ну в первую очередь это выгодно наследникам даже если предположить что это убийство это мог быть только я что за я такой если доктор миллс не может его определить вы что я господину фурносову а вы отправляетесь в дом терентьево разузнайте с кем они общаются кто к ним приезжает диктум фактам сказано сделано вы не видишь я занят ждите здесь хозяин занят прошу прощения а вы в этом доме кем я по дому помочь по хозяйству в таком случае быть может вам известно отчего скончался прежний хозяин известно от старости я из полиции коробейников антон андреевич меня к вам разговор имеется у меня законом ни ладов нету и потому я сам буду решать с кем разговаривать и кому на дверь указать корнилова проводи не обессудьте ваше благородие у никитушки характер ну хуже чем у его батюшки вы приходите завтра а глядишь никитушка к завтрашнему дню и успокоится мы вот как поступим вы напишите мне список и перечислите там всех кто бывал в доме за два месяца до смерти савелия наумыча а это зачем это за тем чтобы вас и вашего никитушку я не вызывал участок о господи да нет ва я батюшка не серча и я ведь все завтра же завтра перепишу разумеется как звали туда мы ведьму-то лифлю мадам не пойму не пойму я ваших этих расспросов а что здесь непонятно правда ли говорят что тетушка вас хотела наследство решить это шумская шифра да да бывало тетушка явно гневалась меня только хотя я скажу вам одно лучше меня остаться вообще без наследства дай бог чтобы она только жива была господи прости помимо я так зачем же тогда шумский приехал видите ли я в карту я проигрался понимаете но тетушка тетушка написала шумскому чтобы тот приезжал после нее поместье владел ну она написала он естественно примчался только только насчет поместье она ничего такого не говорила и завещание она не оставила так значит вы наследник что сомневается шумский его он же даже не родственник и опекунша и его тетушка официально никогда не состоял ну а что же вас тогда беспокоит следствие ваше беспокоит видите ли кому было бы приятно когда какой-то молодчик обвиняет тебя в смерти тетки когда сам то что ну вот вот вы посудите сами если меня например признают виновным то значит меня лишат наследства значит тогда шумский отсудит все но если не виновна чего бояться то вы не знаете как у нас следствие ведется но только вы мне брать не говорите прошу прощения я не про вас постойка братец не водила ли хозяйка твоя покойная знакомство с купцами терентьевыми нет парень не было ну может кто вам в поместье от них приезжал или от вас к ним посылали у нас слава богу свое хозяйство крепкая ну а ежели что и покупали так нет не у них а еду у вас для господ отдельно готовить барыня у нас простая была что людям готовили то ей было хорошо а повар что за человек так моя жена кухаре уж десять лет а к чему барин вы спросили да так ничего ты послушай меня братец составь ко мне списки всех тех кто к вам последние две недели сюда в поместье приезжал всех до единого от посыльного до до знатных господ писать ты умеешь да это хорошо а завтра мне принеси как прикажете барин да вот еще что не говорила ли тебе барыня зачем к вам поручик шумский приехал хозяйка хоть и добра была да нам этаких вещей не сказывала ну спасибо тебе братец как разговаривать не захотел привозить его завтра ко мне возьмите городового если брыкаться будет что еще по моему приезду у терентьева была некая мадам лифлю и разговорах был недружественный прямо говорите ругались одну только фразу я услышал как бы вас не постигла участь вашего батюшки холод по всему делу прошел что это за особо мадам лифлю и вольте взглянуть предсказание будущего раскрытие тайн прошлого обыкновенный шулерский набор ну так поезжайте к ней быть может вы со мной вместе а что такое антонат речь мне совестно признаться но из-за этой фразы у меня закрывалось ощущение что а что если она вправду ведьма пожалуй к этой ведьме сам съем можно и с вами мне будет неспокойно боитесь здесь оставайтесь канцелярией занимаетесь ваш долг велит вам копаться в чужом белье что ж извольте господин терентьев обманул меня в самых нежных чувствах но теперь между нами все кончено меня особенно интересует ваша фраза берегитесь повторить судьбу вашего отца у полиции везде уши тогда странно что вам неизвестно все остальное на вопросы отвечайте хорошо мы скрывали наше знакомство его отец не одобрял бог прибрал старика и я надеялась как же не стыдно было самой иметься к нему а потом еще услышать может быть я в сердцах сказала чего говорить не следовало он же попросту выгнал меня господи мне нужно привести себя в порядок хорошо ли младший терентьев ладил со своим отцом откуда мне знать хотя старик был самодур да и жаден изрядно так ваша размолвка с терентьевым была основана только на ваших личных отношениях разумеется а что нам еще делить благодарю будьте здоровы постойте постойте хотите я вам погадаю я все равно уже опоздала поеду утром да нет спасибо избавьтесь рядом с вами есть женщина вы скрываете друг от друга ваше чувство ей грозит опасность смертельная впрочем вы же не просили о гадании что за опасность но вы же не не верите во все это или верите а как вы смели с городовым через весь город это позор а что в дверях то садитесь в следующий раз подумайте прежде чем полицейского чиновника из дома выставлять что вам от меня понадобилось то есть основания полагать что ваш батюшка был отравлен антон андреевич записывайте имел ли кто причины желать ему смерти мой батюшка был уважаемый человек его все любили а вот это мы знаем вот только говорят что вы сильно с ним не ладили мало ли кто что болтает где ж это видно чтобы сын родного отца отравил а вот такие случаи часто встречаются а вы чего господин следователь я не виноват а кто что я не знаю может мадам лифлю или вернее сказать госпожа анастасия потоцкая вы до нее уже доискались а века зачем она рассказала нам что вы хотели на ней жениться вот только батюшка ваш был против я жениться зачем она приходила к вам видите ли я обещал ей денег я ходил к ней на батюшку гадать а она предсказала ему скорую смерть я с дуру и лятнул что если все сбудется то я ей пятую часть наследства отдам а батюшку возьми да и помри но она стала требовать я что ж дурак ей деньги отдавать так обещали же кому-нибудь из своих знакомых вы советовали к ней обратиться например поручику шумскому Ваньке то да с чего хорошо хоть знакомства с ним не отрицаете зачем мы знакомы с ним с детства целый год в гимназии учились пока это екатерина федоровна его в кадетский корпус не отправила а прошлым летом я встретил его в петербурге а знакомства с господином корносовым случаем не водите видеть видел но так чтобы знакомства водить нет этого не было зачем мне действительно свободны только из города не уезжайте если из города уедете обратно доставим под конвоем так что это все за угрозы такие до свидания Балашав до свидания получается от этого допроса никакого толка иди скажите Антон Андреич хотя бы какая-то связь между двумя смертями образовалась то есть вы полагаете надо шумского допросить найдите мне его и доставьте в управление я вас понял да подождите это позже вам списки экономка терентьева прислала точно так а я как раз получил списки от иванова сокольский ну что сверим наша встреча теперь после стольких лет для меня неожиданный подарок даже ввиду этих печальных обстоятельств а следствие что ну последняя встреча с господином штольманом оставила неприятный осадок после этого я от него звезды не получал а вы кажется знакомы с ним шапочный он бывал у нас в доме по общим делам с отцом да 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 у меня простите мне показалось что он просто бездушный чинушек я плохо с ним знакома ну и что вы кого-то подозреваете курносов он по секрету скажу вам Катерина Федоровна хотела изменить завещание и решительно в мою пользу вероятно курносов об этом узнал а что ему не рассказали об этом нет не сказал у меня не доказательств и потом кто знает как это будет встолковано следователям вы знаете я видела очень странный сон и мне нужна ваша помощь если бы вы могли достать для меня гребень или или чипец Катерины Федоровны конечно ну нужно проверить одно предположение я не могу вам всего рассказать простите а вы подозреваете кого-то ничего определенного я не могу вам сказать просто достаньте для меня гребень или или ленту для волос Анна Викторовна вы все больше и больше интригуете меня и ваше участие мне так дорого я просто хочу вам помочь знаете я английский преподаю и меня ученик уже заждался мне пора извините до скорой встречи до скорой встречи крестьяне Тимофея Иван Щукины нет отец Александр Дьякон нет мадам Лефлю как она тоже была у Сокольской а почему вы удивляетесь вполне естественно для пожилой дамы со слабым здоровьем пригласить к себе гадалку что там дальше шумские разумеется и у меня вот только что его занесло к Терентьеву об этом мы у него еще спросим Мишель Куафер есть удивляюсь какой тесный город вот и еще одна связь не столь очевидно Антон Андреич вы представляете какая у него клинтура хотя к нему я еще заеду а День добрый Добрый день Штольман Яков Платонович следователь полиции чего изволите давно ли практикуете ну дело свое с юности знаю а в городе недавно наслышано уже успели обзавестись обширной клиентурой так полгорода у меня бывает а у другой половины бываете вы ну можно и так сказать госпожу Иванову Сокольскую также посещали была моя клиентка как и господин Терентьев точно так а вы собственно почему интересуетесь оба недавно умерли умерли отравлены что вы хотите этим сказать все мои препараты прошли апробацию у меня все по закону да у меня сотни клиентов все ходят живы здоровы между прочим сейчас у меня назначена госпожи Нижинской давно ли она вашей клиенткой первый раз вот сейчас позвали к себе в номер в гостиницу между прочим между прочим фрейлина и я величество императрицы ну что вы говорите да вы знаете это это ведь большая удача для меня действительно фортуна прошу меня простить мне нужно собираться к юной фрейлине не буду вас задерживать удачи покорнейше благодарю Евграшин дай их покрыть на тихо сейчас из этой двери выйдет мишель парикмахер ты задержи его на пару часов слушаюсь в чем виноват скажи что признал в нем опасного преступника отведи участок подержи там ну а потом отпусти мол обознался нужно так для следствия слушаюсь сделаем все лучше увидеть подержите не сниться не сниться долгайте меня я сам пойду поручик Шовский неужели какая удача у меня к вам несколько вопросов прошу прощения слушаю вас вам знакома госпожа потоцкого нет никогда не встречался с кто неважно как я понимаю с господином терентьевым вы давние приятели ну не то чтобы знакомы с детства недавно виделись в петербурге не в Затонске я навещал просто визит вежливости только не пойму к чему эти вопросы я вас подозреваю меня? это же смешно ну не смешнее чем подозревать господину Курносову честь имею я Яков Платоныч посмотрите кто оказался в наших краях День добрый очень рад осматриваете достопримечательности нашего города Тестоприм what? ну не буду вам мешать ну не буду вам мешать а вы не мешаете да нет спасибо я на минуту зашел выпить чашку кофе и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Как я рада тебя видеть. А мне показалось, я не вовремя. Почему? Ты зря к нам не присоединился. Мистер Браун такой забавный. Не хотел мешать вашему свиданию. Боже мой. Ты ревнуешь? Первый раз вижу его в городе. Конечно. Он же приехал ко мне на свидание. Потом он же не заключенный в своей Михайловской усадьбе. Ну да. Ты ревнуешь? Какое счастье. Я, собственно, тебя хотел попросить отказаться от услуг этого парикмахера. Мишеля? Почему? Подозрительно он. В последнее время несколько его клиентов умерли. Куавер-убийца? Как интересно. Пока это не точно, но я советую тебе дать ему отставку. Спасибо тебе, что думаешь обо мне. Господин Поручик, господин полицейский, неужели вы следите за мной? Прекрасные цветы. Анна Викторовна, мне необходимо с вами поговорить. Одну минуту. Здравствуйте. Вы к папе? Нет. К матушке вашей. Она скоро выйдет. Тогда, пользуясь случаем, хотел сказать вам пару слов. Если можно, наедине. Извините. Я вижу, все семейство Мироновых принимает участие в суббе поручика Шумского. А между прочим, он под подозрением. Ну, это у вас может быть. У семейства Мироновых другое мнение на этот счет. Ну, это ваше право. Моё дело предупредить. Просто будьте осторожны. Ваши предупреждения ничего, кроме недоумения, у меня не вызывают. Извините, меня ждут. Одну минуту. Я… Я сегодня ходил к гадалке. Если мне не верите, может, гадалке поверите. Она сказала, что… Вам гадали? Как это вы допустили? Она сказала, что опасность угрожает вам. Прямо имя назвала? Нет. Она сказала, что опасность угрожает близкому мне человеку. Ну, так это не обо мне. Извините. Это вам. Спасибо, как мило. День добрый. Яков Платон. Давненько. Давненько. Лимочки? Нет. Благодарю. И часто у вас, поручик Шумский, в доме бывает? О-о-о. Рыдкий молодой человек? То слово. Третьний раз. За два дня. Я еще не выполнил вашу просьбу. Хотя предпринял некоторое действие в этом направлении. Вот. Это гребенка Екатерины Федоровны. Как же вам удалось? Ну, это была целая военная операция. Ну, может, и развлечете меня на светские беседы. Вы верите в гадания по картам? Ну, что карта может пророчить беду? Я и верю, и видел, но только вряд ли вам будет этого достаточно. Ответьте вы мне, Яков Платоныч. Верите ли вы в статистику? Разумеется, статистика — это факты, это цифры. Вот. Тогда, айн факт, зумбайшми. Анна, в который раз оказывает вам неоценирую услугу, помогает вам в расследовании, да вы ее по-прежнему не принимаете всерьез. Должен с вами согласиться. Вот так же и с людьми, обладающими даром гадателями. Никто. А предсказание-то сбывается. Яков Платоныч, вы совсем не с вами. Не сложно. Позволите вас на пару минут? Разумеется. Наверняка наслышанный в городе появился модный клафер. Не только наслышанный, но уже приглашала его к себе. Не думала, что вы интересуетесь таким вещами. Интересуюсь, но только по долгу службы. Я прошу вас воздержаться пока от его услуг. Вы его в чем-то подозреваете? Не то, что подозреваю. Прямых указаний пока против него нет. Но по долгу службы хотел вас предупредить. Не использовать его услуги, пока все не выяснится. Игорь Михайлович. Благодарю. Честь тебе. Буроклятие. Дьяволы. Дьяволы. Спокойно. Спокойно. Дьявол. Что с ним? Те же самые симптомы, что у помещица Иванова и Сокольской. Собственно говоря, я поэтому и позвал. Есть способ привести его в чувство. В этот раз пытались сделать укол. Морфия. Дьявол. Никита Савельевич. Никита Савельевич. Никита Савельевич. Больше мне помочь нечем. Ярд Потоцович. Никита Савельевич. Никита Савельевич. А вас отравили? Да. Кто? Кто? Потоцкая? Да. А батюшку вашего? Она уговорила. Я согласился. Шумскому. Вы про нее рассказали? Бесы. 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 Нет. Он мертв. Он мертв. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова